Итак, полевичок Q3302 я нашел, где он расположен на плате. Теперь по напряжениям, по сигналам, что важно. Очень важный сигнал это L-VDD-Enable. Сигнал командный, ну командное напряжение, которое отпирает вот этот транзистор Q3302 и запускает коммутационную цепь. Вот как это все дело работает. После того, как приходит L-VDD-Enable, полевой транзистор Q3302 у нас открывается, плюс 3 вольта садится на землю. Соответственно, транзистор полевой Q3303 закрывается и 12 вольт попадает на затвор Q3301. В результате Q3301 открывается и плюс 3 в S превращается в плюс 3 в S LCD. Так как транзистор работает просто в режиме ключа, в ключевом режиме. При отсутствии вот этого сигнала L-VDD-Enable. Что это может означать? Если цепь целостная, то бишь нет обрыва на плате этой цепи, то соответственно можно опять же с высокой вероятностью сказать, что в моем случае неисправен видеочип. Так как плата у меня стартует и транслирует в D-Sub, вычитывает Edit с матрицы. Но если ответного сигнала, так как ноги этого сигнала растут с видеочипа, если ответного сигнала включения матрицы не будет после вычета Edit с матрицы, то опять же можно посмотреть и всплакнуть на видах. Скорее всего его придется менять. Поэтому прежде чем мерить все остальные напряжения, очень важно посмотреть наличие этого сигнала. Сейчас я это и сделаю. Появится он после того, как вкладка включится. И будет вычитан Edit с матрицы, как уже было сказано. Уровень его должен быть порядка 3 вольт. Тут даже есть тест-поинт маленький, доходя транзистора на дорожке. Это в принципе очень сильно обращает смирение. Итак, включаю. Плата включилась. И напряжение появилось. Плюс 3,4 вольта есть. Соответственно, данный сигнал у меня на плате присутствует. Дальше. Плюс 3 вольта мерить я не буду, так как при отсутствии этих плюс 3 вольта этот транзистор будет находиться в перманентно закрытом состоянии. В результате чего плюс 12 вольт беспроблемно попадет на затвор Q3301 и будет постоянно из плюс 3 ВС делаться плюс 3 ВС ЛЦД. Поэтому это напряжение не важно для меня. Важным напряжением является плюс 12 вольт. То напряжение, которым отпирается затвор транзистора Q3301. Его сейчас стоит померить. Мерить я буду на резисторе R3303 10 килоомнике. Опять же, появится после толпки я включу плату. Включаю лабораторник. Резистор я тоже этот отыскал на платке. Включаю плату. 12 вольт присутствует с одной стороны резистора, а со второй стороны напряжения нет. О чем это может говорить? Мне это говорит о том, что есть два варианта получения такого результата. Первый вариант. Поврежденный резистор. Вот этот вот в Абревиар 3303. И второй вариант. Пробитый полевой транзистор Q3303. Если он будет пробит, сток и сток, то в результате на второй колпачке резистора напряжения не будет. Поэтому сейчас померю целостность транзистора Q3303. Если с ним все в порядке, то буду проверять резистор. Транзистор целый. Теперь измерю сопротивление резистора. 500 Ом. Хотя он должен быть... А, нет. Сопротивление бесконечно велико. Резистор явно в обрыве. Внешне он более или менее нормально выглядел. Но сопротивление его стремится к бесконечности. Так. Сейчас покажу, какой резистор. Ну, это все последствия подзалития. Вот этот резистор 10 кОм. Его сейчас надо будет поменять. Позав Cheers. Позвольте. А еще под related кем. Позвольте. А еще подlsclass перед лойки. Позвольте. Позвольте. Вот этот резистор. И скорее всего Платка должна после этого Показать нам картинку На LVDS вывести Продолжение следует Так, там немного еще Была повреждена дорожка Надо ее восстановить Продолжение следует... Так, все, закончил Сейчас платку отмоем Можно будет попробовать Включить с матрицей Включить с матрицей Мне кажется, что это будет Как я нарезала так теперь можно подключить матрицу и глянуть появилась ли у нас плюс три высел сидит но будет присутствовать на плате так лабораторник мультиметр можно сразу померить на разъеме lvds так я открою схемку мерить будем плюс 3 vs lcd которая отсутствовала и мерить буду на 29 ноге разъема лвдс включая лабораторный блок питания вот 29 нога подписано и включая плату до матрица кстати изменила свой оттенок так как она получила необходимое для нее напряжение 33 вольта присутствует на разъемчике эту неисправность я устранил давайте я покажу как матрица меняет оттенок она такая правда отпечатка вся смотрите внимательно сейчас она станет более темного тона фона вот ну какое-то поведение очень странная нету картинки на ней что может нам говорить о том что матрица не пережила попадание жидкости явно ноут был в работе напряжение на лвдс разъеме присутствовали либо в процессе работы попала собачья моча либо же пытались потом включать но тут выбора нету придется наверное подкинуть другую матрицу слава богу у меня есть правда здесь установлен установлена матрица 17 0 диагональю у меня и 17 1 ну а так они в принципе одинаковые сейчас я выкручу матрицу наверное инвертор надо тоже поднять инвертор тут напомню двухламповым мы его и будем использовать для подключения лампы с 17 и 1 матрицы так как классическая классическая матрица 17 1 как правило одноламповая ну самый распространенный сейчас отключу шлейфик от матрицы так будет очень неприятно сейчас там за матрицей продолжим будет очень неприятно если матрица вышла из строя кстати поведение и очень напоминает то что ей тоже досталось так вот 17 1 матрица инвертор я буду использовать штатный все осталось только подключить шлейфа опять же тут варианта на самом деле 2 дохлый видеочип либо же дохлая матрица и то и то в моем случае абсолютно оправдана так как попала вода на рабочий лвдс так включаем плата включилась есть картинка не знаю видно вам не видно сейчас камеру сниму со штатива покажу к сожалению меня проблема с матрицей вот картинка возможно досталась матрицей включаю вкладку ну честно вариант дохлой матрицы мной легче воспринимается чем вариант дохлого видеочипа есть в принципе еще один момент его можно проверить на всякий пожарный иногда оказывается так что слетает прошивка матрицы и в результате вот так себя ведет она непонятно опять же шансов очень и очень мало но как бы времени это займет немного поэтому наверное я проверю этот вариант а вдруг так периодически попадались такие вещи с такими проблемами я про ноуты когда картинки не было либо показывала всякую чушь матрица а после прошивки соответственно нормально начинала работать так что понадобится переходничок если кому интересно пишите в комментариях я вам покажу как изготовить переходники так у меня где-то еще один есть уже на новый тип разъема на 40 пиновый все самопал поэтому если кому интересно напишите запишу видео инструкцию как самому сделать данный переходник так что сейчас я буду делать я буду пробовать попробую отработать вариант с прошивкой матрицы показываю маркировку это 17 0 матрица искать не буду сейчас прошивку я просто залью от 17.1 который с которой ноут стартанул вот в эту матрицу но предварительно я сохраню дамп так как опять же сказал далеко не факт что проблема с прошивкой 4 4 c так прежде чем какие то манипуляции вообще делать с прошиванием любых флешек вот желательно всегда сохранять дампы вот и один в один прекрасный момент вы не пожалеете что это сделай делаете постоянно на регулярной основе так сохраняя дамп 17 0 вот маркировочка матрицы как уже говорил в эдите хранится информация матрицы и о ее возможностях он бы 170 пи w07 версия 0 точно такая же маркировка на шильде сохраняем пускай это будет 170 дамп все я сохранил прошивку с этой матрицы дальнейший план действий теперь необходимо слить прошивку с 17 1 с той матрицы с моей с которой ноутбук стартанул плата стартанула и соответственно картинка была сейчас я щитовую прошивку можно конечно поискать в интернете чищу буфер щитовую эта прошивка нам понадобится для того чтобы ее пролить в 17 0 матрицу вот это LP 171 WP4 TLB5 версия вот шильдик вся информация хранится в эдите так же сохраняю обзываю 171 дамп все осталось дело за малым слитую прошивку с рабочей 17 1 матрицы залить в неизвестную неизвестную потому что я не знаю проблемы в прошивке либо дохлый сам контроллер матрицы залить прошивку в 17 0 вот 17 0 матрица буфер не буду чистить а просто нажму программинг время не занимает вообще 3 секунды теперь эта матрица у нас сейчас я вам покажу теперь эта матрица у нас будет опознаваться как 17 1 сейчас я почищу буфер вот и считаю отсюда прошивку эта матрица у нас должна сейчас опознаваться как 17 и 1 нажимаю read она вычитала прошивку и смотрите lp 171 wp4 tl b5 версия да вот что на шильдике b170 pw 07 версия 0 данная матрица сейчас запрограммирована как 17 1 все в сторонку и осталось дело за малым проверить запустится ли теперь эта матрица либо же придется менять ее на новую так подключаю шлейф и лампы так 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 и все что осталось шлейфа подключить к платке и запустить ноут точнее плату честно шансы и не особо большие ну все же стоит проверить так верно сниму камеру со штатива так так включаю ноутбук и да матрица запустилась отлично была слетевшая прошивка эдита не обращайте внимание что она так изобильно покрыта отпечатками пальцев неоднократно брал ее в руки отмоется потом так еще разок скажу сей приятный момент вот произошел старт старт и соответственно картинка появилась на матрице что свидетельствует о том что нужно такие варианты периодически точнее не периодически а всегда проверять использовать возможность времени занимает немного а вот в результате может быть с этой матрицей все хорошо почему может быть ну потому что все будет станет точнее все станет ясно после того как я соберу полноценно ноут проверю может быть какие-то нюансы этой матрицы и будут ну и желательно конечно ее прошить прошивкой от 17.0 то бишь от точно такой матрицы как и установлена здесь так как повторюсь сейчас в этом матрасе залито прошивка от 17.1 от моей матрицы с разборки а изначально в ноуте установлена матрица 17.0 двухламповая вот так ну в принципе все остальное я не вижу смысла показывать на камеру осталось покрыть фото полимерным лаком участки дорожек которые были зачищены чтобы было все заизолировано отмыть просмотреть все поменять эти термопрокладки сделать профилактику системе охлаждения ноута ну и конечно же не забывать про замена вот этих разъемов они вообще-то жестко конечно подокислились у некоторых даже вон внутри контакт подпружиненные контакты они тоже уже пошли в разнос их надо поменять вот короче с ноутом с этим я закончил то что хотела вам показать продемонстрировать я показал единственное что наверное быстренько пробегусь повторю алгоритм до поиска данной неисправности так как снимаем без всяких сценариев вот сходу поэтому может быть получился какой-то мини сумбур на виду порядок и так когда мы вставляем подключаем к лабораторному блоку питания либо просто блока питания на разъеме lvds если вот в моем случае нет тут пинов под инвертор напряжение будет отсутствовать вообще после нажатия на кнопку включения появится плюс 3 vs edit это питание кредита матрицы после того как появится это напряжение видео чип вот вычитает эдит с матрицы и если все хорошо в ответ придет сигнал л подчеркивание в виде д подчеркивание enable сигнал с помощью этой коммутационной цепи в моем случае сформировал из плюс 3 vs из дежурки силовой плюс 3 vs lcd вот это вот напряжение является напряжением питания питания матрицы ну и после этого уже произойдет трансляция на lvds и мы увидим картинку вот как то так так что ребят спасибо за внимание надеюсь информация была кому-то полезна было интересно отдельная благодарность за активность на канале всего хорошего пока